Всем по привету, друзья! Как обычно, сегодня мы с вами опять пришли в старый город. Немножко погуляем по его улицам. Многие улицы старого города имели по несколько разных, иногда далеких, по смыслу названий. Исклянский губернатор, князь Михаил Шаховской потребовал в 1872 году упорядочить названия, перевести их на русский язык и вывесить таблички на трех языках. Когда губернатору предлагали названия на эстонском, немецком и русском языках, вот именно в такой последовательности, как я вам сейчас назвала на эстонском, немецком и русском языках, то некоторые названия ему не понравились. И в том числе перевод улицы Куласепа, Гольдшмитская. Губернатор предложил переименовать ее в Золотобитную. Мы сейчас с вами находимся не на этой улице, мы сейчас находимся на улице Большая Монастырская. На улицу Куласепа мы тоже с вами увидим. Так вот, после споров согласились с последним предложением. Предложение было выдвинуто магистратом и назвали улицу Куласепа вместо Золотой Серебряной. И сейчас мы с вами пройдем на улицу Пехавайму. Об этом меня просила моя зрительница Екатерина Павловна. Сейчас мы сходим на эту улицу. Она просила показать саму улицу. Это не улица, это такой небольшой переулочек. И показать дом номер 4. Ну что ж, давайте пройдемся сейчас по улицам Старого Города. И я вам немножечко расскажу про улицу Пехавайму. Ну вот, мы с вами пришли на улицу Пехавайму. Здесь, кстати, находится и церковь с таким же названием, церковь Пехавайму. Где мы с вами были на экскурсии. И вот знаменитые часы на этой церкви, старинные, деревянные, которые идут уже много столетий. И я слышу, что в церкви играет орган. Так, чтобы не быть голословной, показываю название. Пехавайму. Так. И вот. Вот этот переулок. Так. От звуков органа ухожу, потому что прошлое видео мне сняли с монетизации. Вот то, что играла классическая музыка. Итак, не будем отвлекаться. Мы с вами в переулке Пехавайму. Этот маленький переулок находится между улицей Пик и улицей Лай. Долгое время вообще этот переулок не имел никакого названия. Но, видимо, в этом и не было особой нужды. В конце 17 века в документах начинают встречаться первые названия этого переулка. Я боюсь ошибиться в немецких названиях, потому что немецкого языка я не знаю совсем. Но так вот произнесу уже как есть. Вы меня поправите. Называлась она Спуггассе или второе название Спугштрассе. А в 1750 году она имела очень длинное название. Тоже немецкое. Там состоящие из нескольких слов. И только первое слово я могу прочесть. Это Кляйна. Все следующие слова я не буду коверкать, потому что это может быть очень смешно. Скажу, как она переводилась на русский язык. Маленькая улица привидений или домовых. Наверняка в народном обиходе эти названия использовались и раньше. И с ними, возможно, была связана какая-то забытая легенда о средневековых барабашках, которые водились в этом переулке. Но об этом мы можем с вами только догадываться. 3 февраля 1872 года магистрат утвердил название Спугштрассе. Однако при переводе на русский язык не нашли подходящего слова и предложили назвать ее Шпуковской улицей. Получилось, прямо скажем, неблагозвучно. И губернатор не согласился с таким названием и предложил переименовать его в нечистый переулок. Такое название в свою очередь не устраивал магистрат и домовладельцев, которые сдавали свои дома на этой улице, потому что слово нечистое могло восприниматься как грязное. И в конце концов назвали эту улицу улица Вайму, что переводится на русский язык как улица духов. Кстати, название Пюха Вайму это улица Святого Духа. В 1950 году решили назвать этот переулок просто Вана, что переводится как Старый. Теперь к переулку вернули его прежнее название Пюха Вайму. Что, собственно, на мой взгляд очень хорошо подходит, потому что здесь, как мы уже с вами знаем, находится и Церковь Святого Духа, так что название вполне себе удачное и уместное. Улица действительно старая, узкая и очень таллинская. Когда-то здесь вкусно пахло с добой и старейшей в городе пекарни. И страшного и таинственного в этой улице ничего нет. Заглянем в фойе гостиницы, подглядим. тут уже стоит елочка. Такой вот пятизвездочный отель с таким названием. Если вам, конечно, видно. здесь находится основная школа Пуаналинна. Так, мы уже с вами увидели отель. рядышком ресторан. И мы с вами подглядели елочку в фойе. И, кстати, надо будет сказать вам о том, что вчера было 19 ноября. Я не знаю, когда я выложу это видео, но вчера было 19 ноября. И у нас должны были на Ратушной площади установить елку, чего сделано не было в связи с тем, что вчера был ужаснейший шторм. и установить ее просто не удалось. Но ее обещали установить в другой день. Так что нам осталось только подождать. Итак, мы с вами прошли всю улицу, вернее, переулок Духовоеву. Поднимаемся наверх и вот ищем дом номер 4 для Екатерины Павловны. Вижу 8 Значит это по левую сторону будет. Давайте посмотрим, поищем. так, шестой дом. Холодный ветер, меня уже начинают замерзать руки. четвертый это должен собственно быть и как раз церковь святого духа. Тут ни пинтовой лестницы я не вижу никакой. Екатерина Павловна, что-то перепутали. все